Еще недавно кабинеты сотрудников администрации, а сегодня светлые просторные учебные классы. Капитальный ремонт дополнительного корпуса Одинцовской школы номер 12 завершен. Уже после зимних каникул он сможет принять первых учеников. Школу оборудовали по последнему слову техники. Они могут увидеть, что будет происходить, допустим, со смен напряжения мы можем измерить силу тока. Лабораторные, ну, чаще всего это с лампами, также сопротивление можно посчитать и так далее. Также с помощью переменного тока, возможно, у нас опыты также по электромагнетизму. Ну и, в принципе, основная часть опытов, которые сейчас требуются в ОГЭ, можно сделать с помощью этого оборудования. Цифровые лаборатории в кабинетах физики и химии позволят изучать науки наглядно, говорят педагоги. Компьютерные классы, лингофонные кабинеты, интерактивные экраны. Здесь сделано все, чтобы образовательный процесс был максимально удобным, а главное – интересным. Тут работает и как интерактивная панель, также работает как… то есть я могу здесь писать, рисовать, рассказывать, листать презентации, показывать. Также могу проводить не только с компьютера какие-то, но и с телефона что-то могу показывать. Вот, также здесь есть возможность, ну, если камеру, естественно, веб-камеру установить, то уже большие такие конференции делать, онлайн-уроки проводить. Теперь здесь два спортивных зала, большой актовый зал, столовая. Глава муниципалитета, выслушав пожелания учащихся и родителей, внес свои предложения по обустройству. Может быть, вы совместно с нашим замечательным художником, у нас есть такой Дмитрий Левович, вы, наверное, знаете, вы можете подумать, какую идею сделать для того, чтобы там как-то стены раскрасить, может быть, какой-то такой хороший рисунок, да, Андрей Левович? Позитивный. Который будет повышать аппетит. Да, вот у Андрея Левовича такая идея возникла, да, может быть, вы девушку поддержите. Да, но это со старшеклассниками нужно. Вот как раз 10 класс, да. Вы как бы себя в классах пообсуждаете, выберите самых активных, ответственных, и можно вместе с Дмитрием вместе эти рисунки создать. Родители говорят, о такой школе можно только мечтать. Уверены, что учеба в первую смену, да еще в таких условиях, положительно отразится на успеваемости. Это новое оборудование, то есть, опять же, новые возможности и для учителей, и для детей. Естественно, заинтересованность детей повысится, это точно. То есть, и желание, если у кого-то вдруг угасло, точно появится, бежать, думаю, будут в эту школу дети бежать. С 1 сентября новый корпус школы номер 12 сможет вместить 750 детей, а после 24 февраля сюда переведут 350 школьников. Тем самым будет ликвидирована вторая смена в образовательном учреждении. По словам Андрея Иванова, именно решение вопроса с обучением во вторую смену было одной из приоритетных задач. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».